Мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые партнеры, дорогие друзья. У нас 6-7 февраля прошло итоговое событие, итоги года, 21 года, где мы с вами подводили итоги, смотрели результаты. И, конечно же, мы анонсировали обновления, которые будут уже в ближайшее время и те, которые будут чуть позже. Как раз о них я вам сейчас расскажу, об обновлениях продукта UDS, что же будет в ближайшее время, какие изменения будут в продукте. Итак, первое, здесь уже я видел в чате, писали об этом, о том, что у нас появится онлайн-запись. При этом мы этот модуль сделали, мы сделали онлайн-запись даже как в качестве примера того, что сторонние разработчики могут писать различные расширения к продукту UDS, то есть какие-то дополнительные функции. Вот онлайн-запись, этот модуль был написан так, что он как будто отдельно от продукта UDS. То есть он отдельно включается, заходя на перечень модулей, можно будет в дальнейшем включить онлайн-запись, и, соответственно, в вашей компании этот функционал появится, и клиенты смогут через UDS, или в том числе по ссылке через социальные сети, записаться к вам на прием. Первая версия, она будет совершенно простым функционалом о том, что можно будет выбрать дату, услугу и мастера. И там даже будет своя мини-консоль, это будет не в UDS бизнес, своя мини-консоль будет, в которой можно будет создать мастеров, создать календарь, и в дальнейшем по загруженным данным, как бы то, что вы создали мастера, указали услуги и время, в дальнейшем можно будет к вам записаться. То есть я думаю, вы подобный функционал уже встречали. В принципе, мы делали этот функционал, исходя из примеров того, что есть сегодня в мире, из того, что сейчас уже используется, для того, чтобы не выдумывать нового, к чему люди уже давно привыкли. Этот функционал планируется, его первая версия релиза планируется весной, и мы обязательно на официальных каналах, на канале UDS бизнес об этом сообщим, о том, что у нас появился новый функционал онлайн-записи, расскажем, как он работает. Хорошо. Если поэтому, что значит не в UDS будет? Это означает, что этот модуль отдельно включается. Ну, то есть, как бы правильно объяснить о том, что этот модуль, он как бы, ну да, так, наверное, и можно объяснить, что его могли реализовать сторонние разработчики. Я еще раз повторюсь, его, в принципе, этот функционал могли реализовать сторонние разработчики, и тем самым онлайн-запись мы реализовали в качестве примера, показать сторонним разработчикам, что вы подобные вещи тоже можете делать, и они будут работать в экосистеме UDS. И вот онлайн-запись мы тоже так сделали, у него будет своя консоль. Вот что значит не в UDS будет? Это означает, что будет своя консоль для настройки онлайн-записи. Вот, наверное, вот так будет проще объяснить. Он будет на каких тарифах доступен? Мы предполагаем, что он будет доступен на любых тарифах, как и в Lite, так и в Pro. Поэтому делать больше. Ага, хорошо. Вроде здесь вопросов больше нет. Продолжим. Второй момент о том, что мы анонсировали, то, что UDS является универсальной программой лояльности. Потому что в UDS появляются все способы по начислению и списанию бонусов у клиентов. То есть все на текущий момент, какие есть электронные способы, цифровые способы начисления и списания бонусов, они все в скором времени будут реализованы в UDS. То есть на текущий момент в UDS есть мобильное приложение UDS App, и мы считаем, что это лучший инструмент, ну так и является фактом, что это лучший инструмент по работе с клиентами, потому что в мобильном приложении можно собирать оценку за обслуживание, обратную связь, с днем рождения поздравлять клиентов, отправлять пуши на мнение и так далее. То есть мобильное приложение вообще является лучшим инструментом по работе с клиентами. Но помимо этого у нас недавно уже появилось и даже и есть во многих учетных системах, большинство уже интегрировано, это списание и начисление по номеру телефона. Появился новый функционал списания по номеру телефона. Если вдруг есть виды бизнеса, у которых есть аудитория, не работает с приложением, ну например, какие-то пожилые люди, которым сложно может быть разобраться в приложении, они могут списывать и насчитывать бонусы, если компания так захочет. Ну то есть это опциональная настройка, каждая компания сама решает, готова она эту функцию включать или нет. Именно я говорю про списание по номеру телефона. И у нас весной появится функционал Apple Wallet и Google Pay карты. Это электронные карты, которые, ну я уже повторюсь, так называемые Apple Wallet и в Google Pay электронные карты сохраняются. То есть UDS становится универсальной программой лояльности. Это значит, получается, что в итоге, в итоге получается то, что если у каждого предпринимателя возникает вопрос по внедрению программы лояльности, ему не нужно думать, какой инструмент выбрать, он может сразу выбирать UDS, потому что в UDS он для себя найдет то, что подходит для его бизнеса. То есть если предприниматель хочет себе карты Apple Wallet, то он в том числе это может сделать и в UDS. Если предприниматель хочет приложение, то в UDS давно уже есть этот функционал. Если предприниматель хочет списание, вообще совершенно простую бонусную систему списания и начисления по номеру телефона, то в UDS также этот функционал есть. Если предприниматель хочет все способы одновременно, то в UDS также этот способ есть. Идем дальше. Что же тем самым мы сделали? Первое. Мы снижаем тем самым отток. То есть мы провели недавно исследование и узнали три самые частые причины отказа от сервиса UDS предпринимателя. Первая самая частая причина – клиенты не хотят скачивать приложение UDS App. Мы здесь понимаем, что это предприниматель до конца не внедрил функционал. Предприниматель до конца, может быть, не поработал с сотрудниками. То есть это как бы причина, которую нам называет предприниматель. Но по факту к этой причине предприниматель пришел за счет того, что неправильно внедрил продукт UDS. Понятно, что у людей все в порядке со скачиванием приложения. На сегодня более 20 миллионов скачали приложение. Но означает, что если 20 миллионов человек скачало, то у какого-нибудь магазина или у кофейни или у ресторана люди также скачают. Потому что это такие же люди, вероятнее всего, такие же люди, как есть уже в 20 миллионах. Но понятно, что предприниматель долго не думает над этим, он как бы не принимает данные причины, он не работает над собой, и ему проще отказаться, чем начать меняться, развиваться и так далее. И тем самым мы, становясь универсальной программой лояльности, закрываем первый пункт, закрываем первый вопрос. Потому что предприниматели, когда отказывались от UDS, они переходили в какие-то более простые решения. Они переходили в решение либо списания и начисления по номеру телефона, либо они переходили в решение Apple Wallet и карты электронной Google Pay. И понятно, так как у нас уже этот функционал появляется, ну, по номеру появился электронная карта, скоро появится, то у предпринимателя не будет смысла уходить из UDS, и он будет тогда использовать какую-то более простую для него программу лояльности. Вторая причина – высокая цена дорого. Здесь мы поняли, что многие партнеры наши не знают о том, что клиент может переходить на тариф Line. И так получилось, что некоторых клиентов мы потеряли, лишь по той причине, что партнеры не знали, что можно перейти на тариф Line. Ну, и клиенты, соответственно, тоже не знали, что можно перейти из аренды, из тарифа про аренда 100 долларов в месяц, перейти на 30 долларов в месяц. Мы понимаем, то есть понятно, что функционал бывает крайне урезанный. Ну, то есть там нету пуш-уведомлений, нету там многоуровневой партнерской, ой, многоуровневой бонусной системы и так далее. Но предпринимателям нужна была просто, некоторым предпринимателям нужна была просто простая программа лояльности, простая бонусная система, где просто накопилось, писал бонусы. Поэтому для них как бы 100 долларов платить дорого, тем более были бизнесы, которые очень маленькие. И в этом случае я снова всем напоминаю здесь на вебинаре о том, что возможно переход из аренды или рассрочки про тарифа на тариф Line. Поэтому лучше клиента сохранить и перевести его на более дешевый тариф. Понятно, он теряет большинство функционала, чем терять клиента. Я думаю, вы все со мной согласитесь, партнеры. Хорошо. Третье. Ко мне не пришли новые клиенты. Третья причина в нашем топ-3. Эта причина связана с тем, что неправильно донесли информацию клиенту о продукте UDS, как он работает, какое его основное позиционирование, как с ним нужно работать, по какой инструкции. То есть предприниматель просто воспринял UDS как рекламную площадку. То есть если вдруг я заполню карточку компании и размещусь в агрегаторе UDS, то каким-то чудом ко мне должны приходить просто так, должны ко мне приходить новые клиенты. Здесь я снова напомню о том, что UDS не является рекламной площадкой. И этот процесс даже можно сравнить, этот момент даже можно сравнить с Инстаграмом. Вот если в Инстаграме просто создать карточку и ничего там не делать, то, понятно, Инстаграм не принесет никаких результатов. Чтобы Инстаграм качал и приводил новых клиентов, необходимо делать посты, делать сторисы, устраивать конкурсы и клиентов просить подписаться на вашу страницу в Инстаграм. И вот тогда он будет работать. Вот в UDS то же самое. В UDS, чтобы был результат, необходимо копить клиентскую базу, клиентов просить скачать приложение и вступить в вашу компанию, устраивать конкурсы на рекомендацию, собирать обратную связь и реагировать на обратную связь, отправлять новости, пушевдомления, и вот тогда и будет результат. Ну, в данном случае предприниматели не работали и, соответственно, не получили никакого результата закономерно. И, соответственно, сказали, а просто UDS не принес мне новых клиентов. Вот. В этом случае мы всегда предприниматель, вообще сейчас всегда почти рекомендуем, брать услуги внедрения и сопровождения. Потому что мы понимаем, что многие предприниматели не знают, как работать с мобильными приложениями, работать с диджитал инструментами. Поэтому проще нанять услуги внедрения и сопровождения. Вот как в Инстаграме берут SMM-менеджеров, вот в UDS можно взять внедренцев, так называемых, и которые сделают все круто, как надо заполнят, как надо запустят, как надо обучат персонал, как надо в социальных сетях расскажут о том, что у вас появилась бонусная система, и все круто заработает, и у бизнеса увеличится прибыль. Хорошо. Здесь есть ли на этом этапе вопросы? Я сейчас посмотрю в чат. Здесь написали, не выкупил, а взял в аренду или в рассрочек. Когда выкупил, платишь 30 баксов в месяц. Зачем переходить на лайк? Это мы понимаем, да, то, что вообще, ну, про тариф – это лучший тариф для работы с клиентами. Там есть все возможности для увеличения прибыли бизнеса. Но я снова напоминаю, некоторые предприниматели пока не готовы делать такой, я не знаю, какой-то прорыв в развитии своего бизнеса, и они просто хотят простую бонусную систему, как бы ни казалось нам это странно. Поэтому почему бы им не предоставить услугу UDS на лайк-тарифе, и пусть он будет с нами. В дальнейшем предприниматель, который пользуется лайк-тарифом, он накопит клиентскую базу, у него там соберется обратная связь, и понятно, у него возникнет вопрос, а как же в дальнейшем мне работать с клиентами. И в этом случае он сам экологично перейдет на про тариф. Хорошо. Идем дальше. То есть, вот мы провели исследование, обнаружили три главные причины оттока от UDS, и тем самым мы этим решением того, что UDS стал универсальной программой лояльности, то есть есть все способы уже списания и накопления бонусов, формирования бонусной системы, то есть мы закрываем все возражения по оттоку, и тем самым классно, что от нас не будут уходить клиенты. Идем дальше. И второй момент, конечно же, помимо того, что мы этим универсальной программой лояльности закрываем отток, мы еще в том числе увеличиваем привлечение новых клиентов. То есть мы расширяем воронку привлечения клиентов. Первое – это дает абсолютную гибкость. То есть теперь клиенту можно говорить, хочешь вот это, хочешь вот это, и хочешь вот это. Но мы понимаем, что, я снова напоминаю о том, что UDS, мобильное приложение, является самым лучшим инструментом по работе с клиентом. Но если клиент хочет валеты, никаких проблем у нас это есть. Если хочет по номеру, никаких проблем у нас это есть. Второе – дает возможность подключать крупные компании, потому что у крупных компаний часто возникает вот этот вопрос о том, что им не нравится, им не нравится, что клиент копит и списывает бонусы только через приложение. Поэтому в этом случае крупным компаниям мы тоже закрываем вопрос тем, что крупные компании видят, что и приложение есть, и валеты есть, и по номеру телефона все можно списывать. И можно этими тремя способами пользоваться одновременно. Ну и закрывает возражение. Бывает такое, оно, конечно, редко, но бывает, типа, не хочу пиарить UDS. Окей, если предприниматель как бы упирается в это возражение, то мы спокойно можем сообщить о том, что окей, никаких проблем, можешь не пиарить UDS, вот хочешь, можешь использовать карты валет. Карты валет будут пользоваться только твои клиенты, там ничего не будет информации про UDS, он будет видеть карточку твоей компании и сохранять себе в Apple Pay и в Google Pay. Окей, давайте посмотрим на примере того, как работает такая некая первая версия, она такая тестовая, бета-версия, можно сказать, Apple Wallet и Google Pay. Для того, чтобы посмотреть, как это работает, вы можете сосканировать вот этот QR-код. У вас это хорошо получится, если вы сейчас смотрите вебинар через компьютер и можете достать телефон. Достать телефон, вот здесь очень важное замечание о том, что мы заметили, некоторые предприниматели в Крокусе, когда мы презентовали и показали этот QR-код, они начали сканировать QR-код из приложения UDS. То есть в UDS есть же кнопка сканировать промокод, но это функция для сканирования промокодов из приложения UDS. Вот эту штуку надо сканировать просто обычной камерой, то есть обычным сканером QR-кодов. Его сканируете, и вероятнее всего, вы увидите вот такую картинку. А, у меня здесь… Да, вы увидите о том, что у вас откроется веб-браузер, и там будет отображаться такая карта, компания булочная, какая-то булочная, я точно запутался уже в названии, вы увидите карточку булочной, и можете ее сохранить, если у вас iPhone, iOS, можете сохранить в Apple Wallet, если у вас Android, то у вас она сохранится в Google Pay, а если приложение Google Pay не скачено, то оно просто сохранится как бы в облаке в браузере, то есть оно просто сохранится в вашем Google Аккаунте. И в дальнейшем, когда вы скачаете приложение Google Pay, то вы увидите там вашу карту. Поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого все получилось, и он увидел карточку булочной у булата. Все, отлично. Хорошо. Есть ли на данном этапе какие-то вопросы? Пожалуйста, пишите, если есть какой-то вопрос, сейчас сразу же его и разберем. Меня спрашивали на площадке, будут ли пуш-уведомления в Apple Wallet и в Google Pay, но в этих электронных картах. Мы анализируем данную возможность. Если позволят платформы Apple и Google отправлять пуш-уведомления на такие электронные карты, то мы, конечно же, будем их отправлять. То есть мы будем использовать с этих инструментов максимум функционал, что там будет допустимо. Почему я так говорю по поводу допустимо, там недопустимо? Потому что мы видим о том, что с каждой версией iOS, и в том числе и Android, как платформ, возможности электронных карт вот этих Apple Wallet и Google Pay все сокращается. Вообще сейчас ходят сухие, но мы хотим это еще проверить на практике. Сейчас там видели некоторые статьи, написано о том, что в какой-то версии iOS вообще нельзя будет отправлять пуш-уведомления в Apple Wallet. Ну, типа платформа ограничивает возможности того, чтобы не беспокоить клиента. Мы будем смотреть, что там есть по поводу пушек. Если там можно будет отправлять, конечно же, мы будем их отправлять. Но мы знаем точно о том, что возможности пуш-уведомления значительно ограниченнее в электронных картах, чем в мобильном приложении. Поэтому мы и говорим, в мобильном приложении можно делать все, что угодно. В Apple Wallet и Google Pay ограниченный функционал, поэтому, ну, что оттуда получится, можно сказать, выжать, мы будем выжимать. Так, в Wallet карточка будет так же, как в самом приложении UDS или отдельно каждая компания. Отдельно каждая компания. В Wallet карточки сохраняются отдельно каждая компания. Так, по номеру, когда списываешь, приходит SMS-подтверждение? Нет, SMS-подтверждение не приходит. То есть мы даем функционал без SMS-подтверждения. Если предприниматель хочет себе с SMS-подтверждением, то эта интеграция настраивается между учетной системой и SMS-сервисом. То есть предприниматель просто себе выбирает SMS-сервис, интегрирует его с учетной системой и будут тогда SMS-подтверждения. То есть здесь, как бы, можно сказать, UDS ни при чем. То есть UDS просто дает возможность списания по номеру телефона, а вот уже на учетной системе происходит контроль. Вот это списание дать, ну, с SMS-кой или нет? Когда будет реализован функционал статистика открытия пуш-ведомлений? Задавайте, пожалуйста, вопросы по теме. Мы пока эти вопросы разбираем. По номеру телефона, когда списываешь бонусные баллы, приходит SMS-подтверждение? Я уже ответил на вопрос. По номеру, опять про SMS, UDS гораздо удобнее. Если нет учетной системы, есть только... Я вообще, кстати, вот лично мое мнение, работая с компаниями, я не рекомендую делать вот эти SMS-подтверждения и так далее, если уж вы включите... Вы вообще включаете эту функцию, моя рекомендация, включайте функцию списания бонусов по номеру телефона только тому сегменту, если уж это необходимо, то только тому сегменту клиентов, кому действительно очень сложно работать с приложениями. Ну, например, бабушки, дедушки, возрастная группа. Вот для них только говорите, что можно списать по номеру телефона свои из бонусов. И не надо здесь SMS-подтверждения, потому что бабушкам, дедушкам будет еще и сложно о том, что, типа, должна прийти SMS-ка, они опять должны открыть телефон, сказать эту SMS-ку и так далее. Для них простой способ. Для всей остальной аудитории клиентов вообще не рекомендуем делать списание бонусов по номеру телефона. Лучше пусть они скачают приложение, чтобы вы в дальнейшем по приложению могли их поздравлять с днем рождения, там, отправлять пуши на мнение, собирать обратную связь и так далее. То есть, проще говоря, работать с клиентами на увеличение прибыли. Теперь, к чему я еще не рекомендую SMS-ки подключать, но стараться их не подключать, потому что это расход для компании. Вы должны понимать то, что каждая отправленная SMS-ка вам будет минус, ну там, минус 3 рубля. Ну, минус 2-3 рубля. То есть, если вы отправите, условно говоря, там, тысячу раз клиентов списали бонусы, то тысячу умножаясь на 2-3 рубля, вот уже пойдут какие-то расходы. И, соответственно, это расходы для бизнеса. Поэтому к этому относитесь крайне осознанно. Может ли клиент отписаться от пуши на мнение? Да, может. Он это может сделать как и в мобильном приложении, так и в валите. В том числе он это может делать. В мобильном приложении от конкретной компании клиент может в настройках отписаться. Если нет учетной системы, есть только UDS, это, я так понял, про SMS-подтверждение. Мы пока не планируем SMS-подтверждение делать, потому что мы не хотим формировать дополнительные расходы для предпринимателей на SMS-ке. К тому же, пока на текущий момент этим функционалом большинство наших предпринимателей понимает то, что важно, чтобы клиент скачал приложение, чтобы с ним работать. Многие предприниматели, большинство, вообще 99%, не используют списание по номеру телефона. Пока на текущий момент таковые данные. Отлично, как удалить себя из базы данных UDS. Если вы вообще хотите себя удалить из мобильного приложения UDS, вообще, чтобы вас там не было, вы имеете полностью на это право, для этого вы можете обратиться в техническую поддержку, и ваш аккаунт будет полностью удален. Когда будут валеты предпринимать, сможет пуш-вдомление отправлять? Я ответил на этот вопрос, только что недавно ответил о том, что мы изучаем возможности пуш-вдомления на валете, и посмотрим, можно ли будет нам отправлять пуш-вдомление, и если можно будет, конечно же, мы будем использовать этот функционал. Потому что мы замечаем, что иногда iOS и Android, мы видим, что они в каждой версии как будто добавляют больше ограничений на отправку пуш-вдомлений на электронные карты такие. Хорошо, мы идем дальше. Поднейшим у нас выступал Станислав Калашников, нам директор по маркетингу, и он сообщил о том, что в ближайшее время у нас появится, у нас есть пуш-вдомление сейчас по новым компаниям, которые приходят каждый понедельник. Но понятно, что клиент иногда смахивает пуш-вдомление, и чтобы он все равно не терял информацию о новых компаниях, на главной странице приложений у нас появится раздел «Новые компании». Те компании, которые добавились совершенно недавно, и, соответственно, они будут в этом разделе отображаться. Идем дальше. Я думаю, здесь все просто. И следующий момент, над которым мы работаем, это более долгосрочная задача. Это не будет в ближайшее время. Мы над этим работаем, то есть там очень много логики, но мы делаем так называемый цифровой маркетолог. Мы вот так пока рабочее название такое сделали. О чем эта функция? Это о том, что мы будем придумывать различные сценарии, которые, например, будут влиять на повторные покупки, на возвращение клиентов. И мы будем эти сценарии предоставлять предпринимателю. То есть мы им просто будем говорить. Так, предприниматель, если ты хочешь вернуть клиентов, клиентов, которые давно к тебе не ходили, нажми кнопку запустить вот этот сценарий. И этот сценарий будет, например, раздавать людям сертификаты с каким-то временем жизни, с каким-то количеством бонусов. И в дальнейшем мы будем смотреть статистику, действительно ли этот сценарий хорошо отработал в этой компании. На текущий момент для выполнения этой задачи мы тестируем, во-первых, различные сценарии. Чтобы вообще предоставить предпринимателю сценарии какие-либо, мы должны их сами протестировать, убедиться в том, что они работают, и в дальнейшем перейти уже к разработке этого функционала, и уже у нас в будущем появится такой модуль, который мы будем называть, например, цифровой маркетолог, и, соответственно, где будут разные сценарии на разные параметры бизнеса, где предпринимателю всего лишь останется нажать кнопку «Запустить» и внести какие-то входные данные. Идем дальше. И у нас в том числе будет и обновление по Бекофису. Мы выпускаем новое мобильное приложение. Оно будет уже скоро, 15 февраля. Это мы его называем Бекофис X. Мы полностью переписали мобильное приложение, сделали его на новой платформе, для того, чтобы его в дальнейшем можно было улучшать, выпускать для него обновления. Поэтому мы поменяли даже платформу приложения и вообще полностью переписали приложение. Оно будет у нас в Бекофис X. И в том числе там будет, вот в таком стиле оно будет. И там будут новые функционалы, о том, что там мы планируем, о том, что будут различные уведомления партнеров, о том, как там лучше работать с партнерами или клиентами. Какие-то такие системные уведомления, которые будут партнерам помогать работать. То есть можно сказать, бизнес в вашем кармане, бизнес в вашем смартфоне. Мы планируем того, что выпустится первая версия приложения с текущим функционалом, который есть. Уже 15 февраля вы увидите первую версию. Ну, может быть, там плюс-минус два дня, еще там может быть не 15, а 17 выйдет. Ну, то есть примерно 15-17 числа выйдет первая версия мобильного приложения. Вы можете вообще отстраивать обратную связь по Бекофису, сосканировать вот этот QR-код, вас отправят на форму сбора обратной связи. Поэтому, пожалуйста, пишите, если вы хотите чем-то поделиться, поделиться обратной связью по работе Бекофиса, пожалуйста, пишите. Булат, наш технический директор, он сам лично курирует данный проект и сам лично будет просматривать всю обратную связь. У меня, в принципе, все. На этом спасибо. Мы уже уложились в 30 минут. Если есть какие-то вопросы по данным темам, пожалуйста, пишите в чат, и я сейчас на них отвечу. Вопросы по данной именно теме. Будет ли запись эфира? Да, запись будет. Можно ли сделать в записи свои поля? Уточните, пожалуйста, что означает свои поля. Мы первую версию записи выпустим, конечно же, простую, там, где можно будет указать время, мастера и услуг. Чем новый Backoffice X будет отличаться от старых? Первое. Backoffice X будет больше функционала. Второе. Будет этот функционал, в том числе, и дорабатываться, и улучшаться. То есть Backoffice X мы планируем, что он будет по функционалу прямо идти спараллельно в веб-версии, полной версии Backoffice. Ну и в том числе мы хотим там реализовать такой функционал. Так называемых напоминаний предпринимателям о том, что пока мы это себе представляем, как то, что, например, партнеру будет приходить уведомление о том, что не забудь позвонить вот этому потенциальному клиенту. как сейчас видно новой кампании. Только из Push? Да, все верно. На текущий момент только из Push. И мы анонсировали, что это будет в том числе, в ближайшее время мы планируем обновление, что это будет в отдельном разделе. Какое количество мастеров можно будет добавить в онлайн-записи? Пока не говорим такие детали, сколько, что можно добавлять. Ближе к релизу данного функционала мы все сообщим. А на мой вопрос ответите, Олеся пишет. А какой у вас был вопрос? Если он был не по теме данного вебинара, то не отвечу. Я отвечаю только. Я сейчас прямо смотрю. Если вопрос не по теме, то мы его пропускаем. У нас есть другие вебинары, на которых можно будет задавать различные другие вопросы. Все, что какие-то, например, в Кыргызстане не проходят какие-то звонки каким-то операторам, пишите, пожалуйста, в техническую поддержку. У вас есть персональный менеджер, можете ее написать по e-mail, либо позвонить на горячую линию 8700. Я так понял, вопросов нет. Все понятно. Все. Большое спасибо за ваше участие в режиме онлайн. Всем успехов. Отличного дня. Запись будет. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.